По поводу создания палестинского государства со столицей Восточным Иерусалимом. И это чрезвычайно важно. Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования. Теперь по поводу планов. Мы с президентом Радагана же в контакте по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я и планировал недавно, но там, я могу сказать, здесь секретов нет. У президента Радагана не получилось по его графику. Хотя я готов был слетать в Турцию, я ему сказал об этом. Но у него по графику не получилось. У него не получилось, не у меня. Но так бывает. Но мы договариваемся, может быть, в начале следующих годов осуществить этот визит. Что касается наших усилий. Вы знаете, что был недавно в двух арабских странах. Он консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. И с Египтом тоже мы в контакте. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. И вот мы, когда в Эмиратах были, я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала там в Газе недалеко от... На территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой. На стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля. Я переговорил с президентом Египта. Он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Вот они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия. Во всяком случае, на сегодняшний день, если на сегодняшний день это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает. Тем не менее, у нас и с азаралитянами есть договоренность о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события ВКонтакте будем активно работать. Продолжение следует...